Начинаем. Великан Бобов. Детская комедия, основанная на реальном творчестве и нереальной жизни Даниила Хармса. Действующие лица Хармса. Хармс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Пролог. Пирог. Из большой головы Хармса, расположенной в глубине сцены, выкатываются все Хармсы в масках разных размеров. Выстраиваются в мизансцену. Хармс один говорит, остальные балдеют. Общий кусок текста, который все повторяют. Кто я? Я. 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 Даниил. 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 Хармс. 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 Хармс Даже не спрашивайте, сколько мне лет. Ладно, спрашивайте. Сколько? Так. Я подарю свой носок тому, кто угадает, сколько мне лет. Сколько? Ну, 25. Почти. Шутка, я не подарю свой носок. Вы все равно не поверите. Некоторые даже называют меня стариком. Но это из-за моей мудрости. В душе я молод. Даже слишком молод. Моя бабушка. Бабушка? Бабушка? Да, у меня тоже есть бабушка. Я человек. Скажу вам откровенно, я живу у бабушки. Точнее, она у меня. Я ей даже позволяю прогуливаться по балкону. Однажды я даже написал про свою бабушку рассказ. Но она его выкинула в мусорную корзинку. Моя бабушка. Данечка, а чего ты ни разу не польешь цветочка? Для чего ты пьешь всю мою фарфоровую посуду? Да просто мыть ее неохотно. Ты даже ни разу не убрал за собой игрушки. Это не игрушки, это инструменты. Ты целые дня рисуешь какие-то непонятные крючки. Мабушка, это буквы. Почему ты не работаешь на работе? Ты разве не знаешь такую работу, как почтальон? Или повар, или пожарный, или поп, или парикмахер, или полицмейстер, или подоконник, или подбородок. Я работаю. Да? Да. Ну уж прям. Да. И где же? Где-где? На Луне. Что? 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 На планете. Луна. Это не планета. А я на планете. На какой планете? На планете Луна. И что же ты там делаешь, Данечка? Работаю. А как же ты туда попадаешь? На планете? На пакете. Ты опять же это все выдумал. Опять. Зачем тебе эта Луна? Нет, я завтра туда поеду. Да зачем тебе эта Луна? Мне нравятся лунные моря, и лунные реки, И особенно лунные лужи. Тебя туда не пустят. Пустят. Я уже взрослый. Да ты ни разу не прожил без приключений. На свою голову, которую опять забыл дома. Подумаешь, день без приключений. Да раз плюнуть. Два плюнуть, три плюнуть, четыре плюнуть, Пять плюнуть, шесть плюнуть, семь плюнуть. Да хоть неделю. 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 Хорошо. Эту неделю ты проживешь как взрослый. Никаких выходок, никаких кренделей, никаких булочек. Это будет самая скучная неделя в твоей жизни. Самая скучная. Самая взрослая целую. Самая взрослая. И тогда ты, возможно, сможешь полететь на Луну. На Луну! На Луну! На Луну! Возможно. У меня есть знакомая ракета-строительно-отравительная, управительная, обязательно очумительная специальность. По Луне. По Луне. По рукам? Да легко. По рукам, по рукам, по рукам. Да легко, да легко, да легко. Так и началась самая скучная неделя в моей жизни. Понедельник. Рождение. Будильник. Пи-па-пи-пи. Я родился, я родился, я родился, я родился. Понедельник. Первый день моей взрослой жизни. День, когда я родился заново. Родился новый я. Новый я совсем-совсем взрослый. Короче говоря, я теперь взрослый я. То есть родился. Я родился в камыше. В камыше? В камыше, в камыше, в камыше, в камыше, в камыше, в камыше. Как мышь. Как мышь. Как мышь? Я родился в камыше, как мышь. Как мышь, 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 как мышь. Моя мать. Мама. Моя мать меня родила и положила в воду Моя мать меня родила и положила в воду, и я, и я поплыл. Я поплыл, ура, ура, я поплыл. Я поплыл, и какая-то рыба с четырьмя усами на носу кружилась около меня. Я заплакал, и рыба заплакала, и вдруг мы увидели, что плывет по воде каша. Да, 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 точно, по воде плывет каша. Мы съели эту кашу и начали смеяться. Нам было очень весело, мы плыли по течению и встретили рака. Рака? Да, да, рака, и не просто рака, это был древний великий рак. Древний великий великий рак. В своих клешнях он держал... Топор. Топор. Нам было очень весело, мы плыли по течению и встретили рака. Это был древний великий рак. В своих клешнях он держал топор, за раком плыла голая лягушка. Почему ты всегда голая? Спросил рак. Как тебе не стыдно? Здесь ничего не стыдного. Сказала древнему раку голая лягушка. Сказал древнему раку голая. Что? Что? Ну какая еще лягушка, тем более голая, и при чем тут рак? Это же бред какой-то. Бред! Бред! Я взрослый человек, а сегодня понедельник. Я родился в понедельник, а не в каком-нибудь камыше. Да, сегодня я переродился. Я родился дважды. Да. Давайте придерживаться фактов взрослых и серьезных фактов. Теперь я расскажу о том, как я родился, как я рос, и как обнаруживаются на мне первые признаки гения. Произошло это вот как. Мой папа женился на моей маме в 1902 году, но меня родители мои произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа решил договориться с мамой 1 апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением. Первый раз папа подъехал к маме 1 апреля 1903 года. Мама давно ждала этот момент и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шлем настроения и не удержался, и сказал маме с первым апреля. Мама страшно обиделась, и поэтому отказалась меня рожать. Пришлось ждать следующего года. Скучно! 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 Все было совсем не так. Совсем, совсем, совсем не так. А как? А как? А как? А как? А как? Ну, я родился из икры. Да. Да! Вот именно! Родился из икры. Да, тут даже чуть не вышло печальное недоразумение. Зашел поздравить дядя, а это было как раз после нереста, и мама лежала еще больная. Вот он и видит, люлька полной икры. А дядя любил поесть, он намазал меня на бутерброд и уже налил себе киселям. Ну, к счастью, его вовремя успели остановить, а меня потом долго собирали. Больше я ничего не помню. Знаю только, что родители долго избегали меня ставить в угол, потому что я прилипал к стене. Ну, вот и все. Вот так я провел день своего рождения. А почему, кстати, никто и не поздравляет? У меня же сегодня день рождения. Ах, какой я невоспитанный. Я даже не попросил вас меня поздравить. Просто ужас. Ладно, ладно, так и быть. Поздравляйте. Ну, ну. С Днем Рождения. Я что, в ряро-милку что-то не знаю? Ну, ну. С Днем Рождения. С Днем Рождения. С Днем Рождения. С Днем Рождения. Кармс задувает праздничные скитлсинки на своем лице, а на рыбе горят прыщи. Дальше я. Вторник. Школа. Вторник. Пять дней до луны. Всю ночь селись кратеры. Видел во сне луняц. Как обычно луняца и роют лунки. Нашел себе двух друзей и одну друзю. Обещают вырыть мне лунку рядом с лунопарком и загородный кратер у лунодачи. Ах, друзья. Ждите меня. Я лечу. Танец луны. Луна сцене. Лунное йо-йо. Во вторник я решил проведать одного своего хорошего знакомого. Ну, как знакомого? Друга. Можно сказать, брата. Нас даже иногда путают. Мы так похожи. Как близнецы. Нас даже зовут почти одинаково. Когда я пришел в школу и даже сел за парт. Тогда я пришел в школу и даже сел за парту. За компанию, конечно. Чтобы не смущать других детей. Профессор Трубочкин входят. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Здрасте, профессор. Здрасте, профессор. Здрасте, профессор. наук а ну нет а на луне были тихо 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 не шуметь и не кричать задавайте мне вопросы я почему луна как шар прекратить этот крик я профессор и старик я с голдежем не в ладу я от крика упаду тихо 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 я сижу едва дыша бьется кончик бороды дайте мне стакан воды все посыпают его лунным песком а теперь я наконец-то расскажу вам про луну ура позор позор кровать глякса врут ревчатчик ревчатчик ревчат ура позор уважаемые мои дети и взрослый теперь я буду спрашивать вопросы а вы отвечать ответы ура и так можно ли долететь докинуть до луны камнем можно или нет так можно или нет можно можно или нет отложим этот вопрос дорогой коллега а можно ли пожалуйста задать другого вопроса с превеликим удовольствием дорогой котяга и так кто живет на луне люди или кошки ура кошки люди позор позор кошки или люди кто все-таки обидает нашу луну кошки или люди ну хорошо дорогой коллег а расскажите нам пожалуйста немного про луна жизнь большое спасибо за такой лунный вопрос дорогие дети уважаемый котят испуганное кошачьи шиканье лора на луну летят ракеты это понятно там ракеты как пакеты это понятно ходят там на луноходов это понятно а не а дедули ходят на луна ходу лих и бабули на луна ходу лих это понятно дети катят лунокаты циклея луна сестры катят лунобратов это капище хармс шесть роняет свою голову хе хе да 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 нам ничего совсем совсем ничего не понятно на луне живут луняты и лунтики а также взрослые лунамамы и лунапапы и даже лунодетей и лунодеточки Тюк. Харм 6 роняет свою голову. И даже лунодевочки, луночки, и луномальчики, и лунчики, и даже толстые луноняни, и даже тощие луноняни. Тюк. Харм 6 роняет свою голову. Уважаемый котяга, я вас прошу, не говорите этого слова тюк. Хорошо, хорошо. Лунчики ходят в лунопарки, а луня-то в лунопалке. Тюк. Харм 6 роняет свою голову. Уважаемый котяга, вы мне обещали не говорить этого слова тюк. Хорошо, хорошо, дорогой компрессор, больше не буду. На Луне растет орех Лундук, птица на Луне Лундук, доктор на Луне, Лундок, трактор на Луне, Лунтрак. Карлс шеств роняет свою голову. Это безобразие, взрослый, пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы. Карлс шеств роняет голову. На луне живут трудолюбивые лунтяги и ленивые лунтяги, как ты. Злые лунчики-злюны, злые луночки-злюнки. Карл-6 бесконечно роняет голову, жонглируя ей. Мама, фокусники приехали! Ура, позор! Тюк-тюк-тюк! Тюк-тюк-тюк-тюк! Волчица! Тюк-тюк-тюк-тюк! Звенит звонок. Наперемену! Ура! Наверк! У нас пирог. Все с воплем бросается на Карл-6 и уносят его со сцены, на которой остаётся один Карл-5. Нет, 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 мы вам не дороги. Ну уж нет, мы вам не дороги. Нет, 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 мы вам не дороги. Кармс 5 остается один в тишине. До свидания, профессор Трубочкин. Кармс 6, будучи уносимо. Привет! Вот так я провел мой второй, самый серьезный день моей лунонедели. Среда. Чародей. Среда – это мой приемный день. У каждого взрослого человека есть такой приемный день. Это день, когда он принимает подарки. Вы мне что-нибудь принесли? Ничего, совсем ничего. Ничего, приходите через неделю и так вот быть, можете мне что-то и подарить. Если подарков, как назло, нет, можно принимать гостей. В хорошее настроение я принимаю валерьяновые капли, которые мне прописал доктор Валерий. Но сегодня мне, как назло, отвратительное настроение. Бабушка называет это лунной болезнью. Это когда очень хочешь на Луну, а ракеты, как назло, в стирке. Вот и сидишь, как дурак. Дороги печешь, да гостей принимаешь. Кармс 7 стучит в дверь. Вот, пожалуйста. Эй! Вы тут? Меня нет дома. Ура! Можно спросить у вас совету? Нет. Хорошо, спасибо. Кармс 7 сидит и ковыряет в носу. Все в носу ковыряешь. Вовсе нет. А чего так? Не хочется. А чего молчишь тогда? У меня волосы выпадают. А в зоологическом саду были? Был. Видел льва? Это с хоботом? Нет, это слон. Лев не такой. Ага, с двумя горбами. Да нет же, с гривой. Да, 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 с гривой. Такой, с клювом. Какой там с клювом? С клыками. Да, с клыками и крыльями. Нет, это лев. А кто же? Это не знаю, лев желтый. Ну да, да, желтый, почти серый. Нет, скорее почти красный. Да, 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 да. С хвостом. Ну да, с хвостом и когтями. Знаю, с когтями и величиной черниль. Да какой же это лев? Это скорее мышь? Что ты? Мышь с крыльями не бывает. А это с крыльями? Да. Так это птица. Ого, кто же думал, что птица? Так а я тебе говорил про льва. Я тоже про птицу-льва. Да разве лев птица? Маму птица. А он еще все так чирикает. Тирли-тирли. Тюй-тюй-тюй. Постой. Такой серенький и желтенький. Вот-вот. Серенький и желтенький. И с круглой головкой. Да, с круглой головкой. И летает. И летает. Ну так я тебе скажу, это чиш. Ну да. Верно же, это чиш. А я спрашиваю про льва. Ну, я льва не витал. Ну так сходи, посмотри. Ой, ура. Спасибо за советы. Хармс-7 уходит. Все, я устал. Не получите вы никаких советов. Все стучат в дверь. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Но вечерня кончен. У меня каникула. Все стучат в дверь. У меня нет дома. Все начинают ловить. Ну вот, опять пришли плачу. Тебе что, платок, что ли? На Хармса-2 сверху падает огромный платок. Он надевает его, как мантию чародея. Ладно, так уж и быть. Как? А вот так. Как? В хряк отключается свет. Ой. Так-так. Ой-ой-ой. Все отключают фонарики. Это фокус? Это магия? Это фокус? Это морковка? Да-да-да-да. Это моя мантия из моей магической книги. Из какой? Из какой? Из моей книги алфавит. О-о-о. А-л-фа-вит. О-о-о. А-л-фа-вит. Покажи, покажи, покажи. Вот. Включается свет. Из головы выпадают буквы. О-о-о. А что в ней написано? А в ней написано... Ли-пи. Ой. А написано в ней... Ля-хля. Ай. А в ней написано... Смах-смах. Гопченух. Веки-баки-сабача. Смерк-пур-соловьи. Что такое? Что случилось? Почему я, как игрушка, прыгаю, скача, как кошка? Почему я, как собачка, ползаю, скача, как тачка? Он, походу, чародей. Колдует, как колдует. Оттого мне имя Чармс, что я главный чародей. Оттого мне имя внук, что я доктор всех новых. Отчего такая сила внуке Чармсу угодила? Это сила букваря. Это сила буквы Я. Я хочу увидеть жабу. Сели или ели, а? Включается зеленый свет. Хармс-3 превращается в жабу. Я хочу летать, как пух. Я хочу плывать, как каша. Ви-е-вау-ву-а-ви. Нет. Ву-а-ви-а-вау-ви. Я больше не хочу. Ну, куда же я лечу? Ну-ка! Хватит. Хватит. Ну! Полетели, ну. Все замирает. Лунный свет. Луна выкатывается из головы. Фантазия. Полет на Луну. Все в невесомости. Музыка. Слоу-моушен. Все собираются в коллективное тело ракеты. А она становится бабушкой. Данечка, ты почему не спишь? Я взрослый человек, бабушка. И даже чуродей. Пора спать. Я выключаю свет. Мусанг-лих-ди-ду-бей. Я вижу сон. Га-га-у-ех. Не я сплюсь. Свор-ли-ть-вокус. И-ли-вай-вай. Четверг. Катастрофа. Страшный саунд. Треск. Трещина. От луны отваливается кусок. Ария ужаса. А-а-а. О-о-о. 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 Что? Что? Что с ней? Что случилось? Ей плохо. Ей больно. Ей страшно. Ей сложно. Ей нужно. Помочь. Ей нужно помочь. Где же? Где же? Где же доктор? Где же? Где же? Где же? Где же? Где же доктор Валерьян? Где же мудрый Валерьян? Где же доктор по луне? Где же доктор Лунариян? Где же, где же, где добрый доктор, славный доктор Валерьян? Есть машина-телефон? У нее звонит звонок. Я звоню, хороший доктор, чтобы он приехать мог. Доктор, 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 док. Да, алло, я не приеду, я сейчас не на ходу. Доктор, доктор, док, не ходи, ведь ты ездок. Приезжай на машине! Помоги моей луне! О, у меня такое дело, что до вас мне нету дела. Ну же, друзья и друзья, выручайте! Так нельзя! Приходи же на подмогу! Позвони скорее доку! Сцена из Ассы. Здравствуй, мальчик Бананан. Все достают огромный телефон с микрофоном внутри и предлагают детям позвонить доктору. Дети говорят в огромный телефон. Валерьян отвечает очень низким голосом. Нет, я не приеду. Наконец, телефон располагает надо всеми детьми и все кричат. Валерьян! 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 На сцену выходит Валерьян. Хармс 4. Где больная, где больная, кто болеет тут и чем? Посмотри скорее на! 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 Это больше не луна! У нее болит висок! У нее упал кусок! Я не знаю, что с луной! Я не знаю, что со мной! Я рыдаю! Я в тоске! Не хочу жить на куске! У меня не хватит сил! Кто луной перекусит? Не хочу жить на крысе! Не хочу сосать риски! Мой диагноз будет прост. У нее померим рост. У нее измерим пульс. У нее возьмем анализ. У нее посмотрим нос. Ух от горла! Ух от нос! Мой диагноз будет прост. У луны огромный рост. Луны часто убывают. Это с ними так бывает. А когда луна убудет, как туда летают люди? А куда летают люди, если вся луна убудет? Не волнуйтесь просто так. На луну летят и так. Можно полететь на месяц и остаться там на месяц. Почему тогда во мне плачут слезы о луне? Почему я целый день чувствую в душе пегрей? Почему меня дурманит и к луне, как будто тянет? Почему я злобно таю и во сне к луне летаю? Мой диагноз будет прост. У тебя случился рост. Как летает тот, кто летает, тот взрослеет. Кто взрослеет, тот летает. Я тебя не понимаю. Я, выходит, не болею? Ты здорова, как бульдог. Говорю тебе, как док. Доктор, доктор, док. Эта новость мне приятна, хоть и не совсем понятна. Это очень хорошо. Очень, очень хорошо. Человек высокий, рослый. Получается, что взрослый. Да. Когда ты будешь взрослый, ты, конечно, будешь рослый. Доктор, скажите попросту. Я немедленно расту? Ты растешь довольно быстро. Это очень хорошо. Значит, скоро, очень скоро я пойду к специалисту, запускателю ракет и я стану космонавт. Фантасмагория. Танец, музыка, свет. Ода к радости Бетховену. Скоро, скоро, очень скоро, очень скоро, в воскресенье. Скоро, скоро, послезавтра, очень скоро, даже завтра, очень, даже очень завтра. Я пойду к специалисту, запускателю ракет и я стану космонавт. Пятница. Великан. В центре сцены остались Хармс сеть. За ней стоит Хармс шесть. Шары с номерами. Хармс сеть сносит шары. Хармс шесть остается один. Пятница. Я вырос. Я вырослый. Вы взрослый, взрослый. И что же это значит? Это значит, что ура, что неделя прошла. Как неделя? Как же неделя? Но в неделе целых семь. Может быть и восемь. Немь. Эх вы, детки, любой взрослый вам скажет, что в неделе пять дней, в пятницу последний день, а потом каникулы, то есть, как мы взрослые говорим, в выходные. И что же это значит? Это значит, что сегодня я пойду к творцу ракет. На ракетную поляну, где работает ракетчик. Неужели это тот самый? Ракета строительно. Отправительно. Управительно. Обязательно. Очумительный специалист. По луне? Да, и я даже к нему пойду. Когда же ты пойдешь? Как-как, ногами, ну или руками. Встает на руки, если настроение будет. Какой же ты тяпка, я не могу. Я тебя спрашиваю про одежку. Не пойдешь же ты в этом? У-у-у. Позор. Ура! А может быть, у него нет никакой одежды. У-у-у. Он голый, 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 как лягушка. Еще как есть, целый сундук. Покажи. Покажи. Не верю. А ну-ка, крякс. Ну вот, из головы появляется шкафчик. Полка с плечиками. Нечто, на который висят вешалки с детскими костюмчиками очень маленьких размеров. Ну и? Ну-ну. И? Ну. Ну и ну. Все токов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, растяпа. Кажется, у меня вся одежда села. Куда? На пол, что ли? Или в лоб? Да никуда она не села, это ты вырос. Ах да, я ведь теперь взрослый. Вот, веди себя как взрослый. А что же? А что же мне теперь одеть? Что-что? Ну, одеть? Тебя одеть? Ты хочешь, чтобы мы тебя одели? Это завтра. За сто панчиков. И одну конфетку. Пожалуйста. Ну ладно, так уж и будет. Слушай внимательно. Ты, может быть, помнишь? Ты наверняка забыл. Как твой отец? Ты его, может быть, помнишь? Наверняка не забыл. Это такой высокий, немолодой человек с колючей щекой и неестественно низким голосом. Это такой великан с колючим голосом и неестественно высокой щекой. Конечно, я его помню. Обычно я называю его папой. Этот папа обычно ходит куда-то по утрам. Он называет это... Как же он это называет? Работа. Да, он так и говорит обычно. Иду на работу. Так, так, так и есть. Да, что же дальше? А то дальше, дорогой мой Данюшка, что он ходит туда вовсе не голым. И даже наоборот, одетым. И-и-и-и-и-и. Что? 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 А то, дорогой мой Данюшка, что ты оденешь его рабочую костюму. Костюму? У-у-у. Правильно говорить, надену костюм. А что такое костюм? Ну, это такие штаны. Вовсе нет, это такой пиджак. И галстук. Ну как, а я говорю штаны. А я говорю пиджак. И галстук. И рубашку. Тебе дам рубашка. Это пиджак и штаны. Я тебе дам штаны. Пиджак. Жилет. И галстук. Хармс. Шесть. Тем временем залезает в штаны, а Хармс-3 облачается в пиджак. Так, готово. Готово. Что и требовалось доказать. Тебе очень идет, очень-очень-очень идет. Куда идет? На работу. Нелепый чаплиновский номер прохода под соответствующую музыку. Хармс-3 и Хармс-6 падают, запинаются и тому подобное. Наконец ложатся перед большой головой Хармса так, что она словно выходит из пиджака и продолжает огромное тело Хармса. Хармс-2 располагается на краю сцены. Это к нему стучатся Хармс-6 и Хармс-3. Это он им отвечает. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук. Так, так, так. Это вы? Нет, это не я. Вы строитель? Создатель? Запускатель? Ракет? Нет, это не я. Хорошо. Я хочу? Я лечу. На Луну? На одну? Я хочу. Я лечу? На Луну. На Луну. Возьмите меня на работу. На работу? На Луне. На работу на Луне? На работу для меня. Хорошо, так и быть я спрошу. Что? Сколько лет? Сколько зим? Сколько весен? Сколько осень? Сколько лет? Сколько зим? Прекратите календарь. Сколько вам полных лет? Полных? Толстых? Жирных? Лет. У меня таких нет. Нуль. Мои годы были худые. И жилось мне грустно-худно. Я плакал о Луне. Поздно ночью у окна. Так, так, так. Тук-тук-тук-тук-тук. Кто там? Это вы? Нет, это не я. Ну и хорошо. Пишу вопрос. Сколько раз ты чешешь нос? Раз. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Раз. Пять. Шесть. Два. Три. Стоп. 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 А какой вес вес? В смысле, сколько весю вес? Я не знаю. Не пойму. Знаю, сколько весит нос. Знаю, сколько весит лоб. Знаю, сколько весит пуп. Знаю, сколько весит слон. Знаю слово миллион. Это очень, очень, очень... Страшно. Хорошо? Это очень слишком странно. А какой у тебя рост? Твой вопрос ужасно прост. Но ответа я не знаю. Я расту. И вырастаю. На, держи тебе линейку, замеряй и измеряй. Бой, 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 бой. Обматывают Хармса три очень длинной сантиметровой лентой, можно сказать, связной. Ой. Что ой? Линейка кончилась. А сколько в ней сантиметров? Ой. Что ой? Я не знаю таких больших чисел. Все ясно. Что? Что ясно? Он же сказал все. Что такое все? Ясно одно. Что такое ясно? Ну, ясно одно. На Луну вы не полетите. А, не, а, нет, нет, но, 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 ну, ну, по, 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 по. Почему? Почему? Слушайте, мой ответ. Мой осмотр завершен. Все вопросы я сказал, все ответы я узнал. Ты не можешь полететь, ты не можешь на Луну. У тебя не нужный вес, у тебя не нужный рост. Но я рос, но я ел, но я пел, но я пел, но я носил, я ходил, я висел, я растал, я растал, я рос, очень рос, очень рос. А я тебе скажу что-то. Перерос, ты перерос. Твой рост не поддается научному измерению, твой вес больше тысячи, тысяч килокилограммов. Имя тебе Великан, фамилия тебе Бобов, ибо ты вырос, как на бобах. Великто? Великан? Бобов? Вобов? Гобов? Додов? Жужов? Зазов? Йо-йо? Каков? Лов? Мамов? Нунов? Попов? Прекратите, Алфавит. Вы Великан Бобов. А дальше стоит точка. Луна для вас слишком мала, а ракета – это зубочистка для вашего великозуба. А пакеты для вас, как на свой платок. Боже, 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 я урод. Принесите мне платок. Принесите мне пакет. У меня в глазу поток. У меня в слизи глаза. У меня в груди дыра. Боже, боже, как мне быть? Я хочу теперь уснуть. Суббота. Старик. Задымление, затемнение, замутнение, бред, жар, инфлюенса. Интро. Хармс 2 в роли бабушки, Хармс 3 в роли Валериана. Кто с ним, доктор Валериан? Что с моим Данечком? У него нервный взрыв. Что это такое, доктор Валериан? Милая бабушка, ваш внук прекрасно болен. Он перестарался. И перестарился. Он суперстар. Что же вы говорите, доктор? Неужто он теперь дедушка? Милая бабушка, Данечка теперь старше вас. Я думаю, он даже будет звать вас внучкой. Что же это мне теперь делать с моим любимым дедушкой, Хармсом? Дорогой доктор Валериан. Ему нужен сон и нос. Ну нос-то у него есть. И даже платок на собой имеется. Пустит. Следующая сцена описывается следующим образом. Хармс хвастается, а при этом стареет, больнеет. Все сооружают его старость. Я был очень мудрым стариком. Теперь я уже не то. Считайте даже, что меня нет. Но было время, когда любой из вас пришел бы ко мне, и я бы сказал ему, Внук мой, не дуйся, а надуй лучше воздушный шарик. И он убежал бы от меня счастливый и радостный. Несколько человек надувают шарик. Происходит превращение в старика. Я был велик и силен. Люди, встречая меня на улице, шарахались в сторону. И я проходил сквозь толпу, как утюг. Превращение в старика. Меня даже водили в институт мозга. И показывали ученым-профессорам. Те электричеством измеряли мой ум. И просто опупили. Мы никогда ничего подобного не видели. Сказали они. Превращение в жалкого старика. Благодаря ей гибкости я мог делать то, чего никто не мог сделать. Я мог, например, спрятаться в сравнительно небольшую коробку и закрыть за собой крышку. Да, конечно, я был феноменален. Хармс-4 согнулся, свернулся в клубок. Хармс-4, как больной котенок, как больной собаченок, скулит, мяучит, ползает. Несчастная кошка порезала лапу. Сидит. И ни шагу не может ступить. Скорее! Я. Чтоб вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге. Шумит и кричит, и на Хармсу глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Да какая-то кошка! Это еж натуральный. Что и требовалось до казах. Бей. Все. До свидания, до свидания. Наверху горит сосна, а кругом говорит темно. На сосне говорит кровать, а в кровати лежит треска. До свидания, до свидания. Да-да-да, да-да-да. Как-то раз прибежали мы в бесконечный дом, а в окно наверху глядит сквозь очки молодой старик. До свидания, до свидания. Та-да-да, та-да-да. Растворились ворота, показались. Та-та-та. Сам ты сломан, стул твой сломан. Па-па-пи-па, па-па-пи-па. Скрипка. Стань Берлином, надень пелерину. Па-па-пи-па, па-па-пи-па. Скрипка. Семь дней притекли незаметно. Па-па-пи, па-па, па-па-пи. В откресенье на луне звенит буди. Пи-па-пи-пи, пи-па-пи-пи, пи-па-пи-пи. Ой. Ой-ой-ой-ой. 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 Что у тебя болит? Что-то у тебя болит. У тебя что-то болит. Йо. Наоборот. Йо, у меня ничего не болит. Как здорово. Как здорово я тебя чувствую. То есть, конечно, здорово. Ой, наоборот, это Йо. А Йо, наоборот, это Ой. Йо. Ой. Ой. Я здоров. Йо, я здоров. Даже совсем не болею. А ведь у меня была серьезная луноболезнь. И как же ты выздоровел? Разве луноболезнь можно вылечить на Земле? И совсем даже не на Луне? Разве луноболезнь не лечится лунотерапией? И прогулками в лунопарке. А? О. Так это да. А. Так это О. Что? 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 Так это я. Так я. Это. Выходит, это что это? Я на Луне. Получается. А. Да. Давайте смотреть на факты. Факт номер один. Ты болел луноболезнью. Ты каждый день, три раза в день плакал по Луне. Ежедневно. И ночью Луна не оставляла тебя в покое. Харусу семь. Ты плакал по Луне и страдал насморком. А еще постоянно лунтикал. Вот так, лунтик, ик, ик, ик. А теперь не лунтикаешь. А в носу твоем нет ни одной луно-сопли. И ты совсем даже не лунопчих. Ага. Значит, второй факт. Это что ты теперь не болеешь. А вылечить луноболезнь можно только на Луне. Это знает любой дошкаленок. Дошкольник, дошкаленок. Дошкатенок. И это дамы и господяти. Есть факт номер три. Сложи все факты, рассуждая здраво своей умной головой. Твоей умной головой. Мы должны сделать вывод. Вот такой вывод. Даниил Харус. Чарус. Фарус. Ха-ха, Харус. Данечка находится. На Луне. На Луне. Да, 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 да. Я на Луне. На Луне. На Луне. И совсем не на Земле. Я проспал полет. Полет. Как же мне везет. Везет. На Луне все по-другому. На Луне все совсем не так. Господи, боже мой. Я ничего не узнаю. Что это? А-а-а. Что это? Что это такое круглое? Что за круг такой? Который может скакать сюда и сюда. Вверх и вниз и вбок и выбок. Эх вы, детки, это же луна-шар. О-о-о. Вглядитесь. Смотритесь. Это другое небо. Это другое солнце. Это другие звезды. А вот это, видите? Это наш главный лунный спутник. Планета Земля. Ура! Да и дышится. Дышится. Совсем по-другому. Как будто. Как будто. Как будто. Родился заново. Я луна родился. В лунно-камыш. Как луна-мыш. Как луна-мыш. Я луна родился. Как луна-мыш. Пипа-пипи. 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 Ой, я родился. Появляется Харус-2 бабушка. Даня, а это тогда кто? А, не удивляйтесь. Это же лунная бабушка. Тут их много водится. Тут для них медом намазано. Данечка, ты проснулся? Я работаю. Да? Да. Ну, прям. Да. И где же? Где-где? На луне. Да, 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 да. На планете луна. Это не планета. А я на планете. На какой планете? На планете луна. А тебе там не скучно, Даня? Мне нет. Мне никогда не скучно. Я даже за всю эту скуко-неделю не заскучал ни на секундочку. А нам скучно. Данечка, милый, а когда ты вернешься к нам на землю? К нам сюда, на землю, к нам. Не знаю. И тут хорошо. Ну, Данечка, нам без тебя скучно. Мы скучаем. Даня, без тебя мне мир не мил. Опустела без тебя земля. Где же ты, Даня? Данечка, сколько сетей в небе все грустные. Возвращайся к нам. Даня, Данечка, Данюша. Хармси, Чармси, Крабли, Бумс. Великан Бабо. Великан Попов. Где ты, Даня? Милый внук, где ты задевался вдруг? Возвращайся. Возвернись. Где ты, Даня? Тут я, тут. Даня, Браво, Даня, Бис. Бабушка, ну ты, конечно, вообще. Ты меня с луны достанешь. Ура, Хармси. Все отбегают. Хармс один, выходит на авансцену. Уж это бабушка. Вы думаете, чего я с ней живу-то? Ведь невооруженным глазом видно, что я давно уже не ребенок. Моя бабушка такая. Для ней нужен глаз да глаз, да. Ни дня без меня не может. Мне даже пришлось, пришлось ненадолго отлуниться. Ну, с моей лунной работы, по семейным, так сказать, обязательствам, объедательствам. Вот и сижу теперь тут с бабушкой. Всю неделю каникулы жду. То есть выходных. То есть скучно. 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 Скучаю. Луния. У пьесы есть еще одна альтернативная концовка. Она считается более грустной. Если вы, в принципе, готовы к такому развороту, можем ее тоже прочитать. Давай, делай. Норм. Альтернативный грустный вариант воскресенья на Луне. Вы знаете? Вы знаете? Вы знаете. Вы знаете? Ну, конечно, знаете. Ясно, что вы знаете. Несомненно, несомненно, несомненно знаете. Нет, 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 нет. А, 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 а вы знаете, что да, а вы знаете, что ня, а вы знаете, что Хармс, что наш Даня Хармс ушел. Великан Бобов ушел. Великан Попов ушел. Вы не знаете, куда? Нет. И да. И да. И нет. Он совсем и не ушел. Никуда он не ушел. Как же так? Дело в том, что он не ходил пешком. Что он не ходил с мешком. Ни с котомкой, ни с мешком. Ни с котенком, ни с котом. Он выходит не ушел. Он выходит, улетел. Он выходит далеко. Он выходит вдалеке. Он выходит на Луне. Боже, как улыбко. Он, конечно, на Луне. Раз уже не на Земле. А скажите, где она? Где Луна? Где Луна? Где Луна? У меня ее нет. У меня тоже ее нет. Посмотрите, может, в карманах завалялась? Нет. Или в носках? Нет. Может быть, вы знаете, где она? Луна всегда на небе. Луна всегда видна ночью. Не всегда. Я видела одну такую дню. Это не щитова. Первое слово. Съела корова. Кармс 4 появляется вдалеке на Луне. А, вот же он. Вот, вот. Я пропал среди наук. Я комар. А ты паук. Даня. Даниил. Хармс. Чармс. Фармс. Ага. Данчик. Да, это я. Так меня зовут. Как же ты попал на Луну? Я долго спал и видел сон. Потом не спал, не видел сон. Потом уснул и видел сон. И вот я здесь. А вас здесь нет. Даня, ну ты же так мечтал, так хотел. Так летел. На Луну. Ну и ну. Грустно, маша платочком. Дни летят как ласточки, а мы летим как палочки. Часы стучат на полочке, а я сижу в ермолочке. А дни летят как рюмочки, а мы летим как ласточки. Сверкают в небе лампочки, а мы летим как звездочки. Он кажется чем-то расстроен. Кажется ему не подходит лунный климат. И лунный калош. И лунные кошки. И лунные книжки. И лунная картошка. Да, нельзя так жить. Так жить нельзя. Земля прощай, прощай земля. Хармс-4 опять скрывается на другой стороне Луны. Ай! Пропал! Нет, Даня! Данечка! Не слышит. Не дает ответа. Не видит. Не видим. Даня! Мы тебя не видим! Данечка, вернись. Пожалуйста. Нам без тебя скучно. Мочи нет. Какая мука? Нет муки на такие пироги. А теперь я буду плакать. Потому что Данечка мой пропал и потерялся. И я его не вижу нигде на планете Земля. И на планете Луна. И на планете Комета. И даже в ракете Пакет. А ну-ка стоп. Стопля. Вы чего все забыли? Чему нас учил великан Бобов? И великан Попов. Я попрошу не перебивать. Значит так. Кто мне напомнит, что такое есть ауфавит? Это такая книга. Заклинаний. И наклонений. Ага. Так значит. Тогда я прошу вашего внимания. Внимание каждого и каждой из присутствующих. Для того, чтобы вернуть его оттуда. С той стороной Луны. Вот именно. Одним хорошим поведением тут не обойтись. Дайте мне слово. Какое слово? Сейчас узнаете. Ну скажи. Повторяйте за мной. При. При. Зем. Зем. Лис. 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 Это потому, что не все говорят заклинание. К заклинанию подключаются реальные дети. Так, еще раз надо. Да, еще раз. При. При. Зем. Зем. Лис. 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 Внутри. Правда. Лис. Это я. Это здесь. Лис. Да тут я. Что кричите-то. Даня. Данечка. Данюша. Друг. Фрукт. Выделяется бабушка. fair 2. Внучок, ты куда пропал? Ты как сквозь землю провалился. Бабушка, ну ты, конечно, вообще. Ты меня с луны достанешь. А, да тобой глаз да глаз нужен. Постель опять не заправил, завтрак не доел. Ну ты разве не рада, что я вернулся? Очень рада. И я. И я. И я. Он вернулся. Ура! 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 Ру! Все отбегают, а за 4 будет на вас там. Ох уж эта бабушка. Вы думаете, что я с ней живу-то? Ведь невооруженным глазом видно, что я давно не ребенок. Но моя бабушка, она такая. За ней глаз да глаз. Да, ни дня без меня не может. И мне даже пришлось, пришлось немного отлуниться. Ну, с моей лунной работы. Но по семейным, так сказать, обстоятельствам вот и сижу теперь тут с бабушкой всю неделю. Каникулы жду. То есть выходных, то есть и скучно, скучно, скучно полудня. Спасибо. 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 Спасибо.